Мусульмане Отдельные мужчины-мусульмане могут быть очень любящими по отношению к своим женам. У родителей моего друга Набиля были прекрасные отношения, как и у многих других мусульманских пар. Но в мусульманском мире, несомненно, есть проблема. В 2009 году Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала отчет о половом равенстве и социальных институтах. Они провели оценку стран по всему миру, взяв за основу возможности, которые есть у женщин в образовании и работе, закон о защите женщин от физического насилия, а также процент женщин, состоящих в браке и или разведенных в возрасте до 16 лет и так далее. И они обнаружили, что 11 из 12 стран с самым высоким уровнем дискриминации по отношению к женщинам были странами, где преобладают мусульмане. Аналогичное исследование в 2014 году, проведенное Всемирным экономическим форумом с использованием их собственных критериев, позволило сделать вывод о том, что 19 из 20 худших стран мира с точки зрения полового разрыва между мужчинами и женщинами являются странами с мусульманским большинством. Когда вы сталкиваетесь с такой проблемой, вы должны задаться вопросом, почему так много мусульманских стран имеют одну и ту же проблему, а именно высокий уровень дискриминации в отношении женщин. Все эти страны объединяет одно – их вера в Коран. Давайте рассмотрим три стиха, которые помогут нам увидеть источник проблемы. Сура 2 стих 282 Курана – это длинный стих, посвященный договорам. Но в середине стиха есть интересный отрывок, который гласит «В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать свидетелями. Если одна из них ошибется, то другая напомнит ей». Куран говорит, что если не найдется двух мужчин в качестве свидетелей, то призовите мужчину и двух женщин. Здесь мы находим исламский принцип, согласно которому свидетельство женщины оценивается как половина свидетельства мужского. Почему так? Мухаммед разъясняет это в Сахихе Аль-Бухари, в котором он говорит, что свидетельство женщины вдвое менее надежно, чем свидетельство мужчины, потому что женщины умственно неполноценны, а не глупые. Такой взгляд на достоверность свидетельских показаний женщин чрезвычайно затруднил дачу показаний мусульманским женщинам против мужчин в суде. По данным Нью-Йорк Таймс, правозащитники отмечают, что до половины женщин, которые сообщают об изнасиловании в Пакистане, обвиняются в супружеской измене. Еще одно ужасающее место записано в Суре 2, стихе 223, где Аллах говорит мусульманам, «Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете». В наше время мы не часто используем слово «пашня». Пашня – это участок земли, которую вы вспахиваете для того, что можно было засеять его семенами. Коран заявляет, что женщины – это пашни, на которые вы приходите всякий раз, как пожелаете. Историческая подоплека этого стиха, согласно Сунану Абу Давуда, заключается в том, что когда мусульмане переехали в Медину, они начали брать в жены женщин из Медины, и женщины из Медины не хотели заниматься сексом в определенных позах. Одна из женщин сказала своему мужу не приближаться к ней, если он хочет секса в этих позах. Она сказала, «Держись от меня подальше, если ты хочешь, чтобы я это сделала». Проблема дошла до Мухаммеда, и Аллах на нее ответил в Суре 2, стихе 223. «Она твоя пашня, твое поле для посева семени, вспахивай ее так, как ты хочешь». Обратите внимание, жена не имеет права отказывать мужу в его сексуальных желаниях. Давайте рассмотрим еще один стих. Некоторые женщины не так быстро подчиняются своим мужьям, как того требуют Аллах и Мухаммед. Так что же делают мужчины-мусульманам в отношении мятежных жен? Аллах отвечает на это в Суре 4, стихе 34. «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют и своего имущества для обеспечения женщин. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствии мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них. Если ваша женщина не подчиняется вам, вы предупреждаете ее, изгоняете ее на отдельную кровать и избиваете ее, пока она не сделает то, что вы говорите». Исследование, проведенное Human Rights Watch, сообщает, что более 85% афганских женщин являются жертвами физического, сексуального и психологического насилия или принудительных браков, и что более 60% являются жертвами многочисленных форм насилия. Почему? Потому что Коран. Согласно Аллаху и Мухаммеду, женщины глупы, они являются собственностью мужчин и должны полностью подчиняться сексуальным прихотям своих мужей. Те, кто не согласен, должны быть избиваемы до подчинения. Многочисленные исследования показывают реальное влияние на мир этих учений. И все же политики, журналисты и мусульманские группы говорят нам, что дискриминация женщин в мусульманских странах не имеет ничего общего с исламом. Но пока люди отказываются противостать актуальной проблеме, женщины в мусульманских странах будут продолжать страдать. Субтитры создавал DimaTorzok